В Поднебесной приняли меры для стимулирования автомобильного рынка. Китайские фермеры используют современные технологии для работы в полях. Тайканафт Ван Япин сняла видео, как моют голову в невесомости. Чэнду становятся популярными велосипедные прогулки по зеленой дороге. Автомобильный рынок Китая набирает обороты. Так, в мае 15 предприятий страны произвели больше 1 миллиона машин. Этот показатель на 51% выше, чем в прошлом месяце. Для привлечения покупателей в КНР временно снизят налог на покупку легковушек. Также Министерство промышленности и информатизации планирует запустить в сельской местности программу по продвижению автомобилей на новых источниках энергии. Предприятия будут поддерживать связь с потребителями и пытаться расширить свои рынки, в том числе с помощью онлайн-выставок. Так, в провинции Шаньдун для стимулирования автомобильного рынка выпускают льготные купоны. «Благодаря автокупонам мы можем получить скидку в несколько тысяч юаней. Я думаю, что это хорошая политика, и она выгодна для потребителей». В провинции Шаньдун покупатели электромобилей получили купон на скидку до 6 тысяч юаней. На машины с бензиновым двигателем также выдают талоны на сумму до 5 тысяч юаней. После выпуска льготных билетов количество запросов увеличилось почти на треть. «Такая политика будет способствовать экономическому росту и потреблению, а также принесет пользу жителям. В ходе программы мы выдадим 500 миллионов юаней на потребительские талоны и выпустим в общей сложности 150 тысяч автомобильных талонов». Южная провинция Гуандун поощряет людей покупать автомобили на новых источниках энергии. С начала мая по 30 июня правительство будет выделять субсидию в размере 8 тысяч юаней на каждый новый автомобиль, приобретенный по программе Trade-in. «Для автолюбителей, которые хотят купить машины на новых источниках энергии, существует много скидок. Мы видим, что объем продаж таких авто вырос более чем на 50%. А в провинции Цзяньси используют лотерейные способы стимулирования авторынка, благодаря которым люди могут получить скидку до 5000 юаней». Фермеры по всему Китаю заняты сельскохозяйственными работами. Для сбора урожая пшеницы и пересадки саженцев риса они используют современную технику. В провинции Цзяньсу сотни комбайнов автоматически собирают на поле спелую золотую пшеницу. «В этом году наш кооператив посадил более 87 гектаров пшеницы. Если погода будет хорошей, сбор урожая мы завершим 5 июня. Местное производство пшеницы составит около 5000 килограммов с гектара». В муниципалитете Джуа-Джоу провинции Хэбэй фермеры используют специальные машины для посадки риса на полях площадью около 700 гектаров. «Сейчас подходящее время для пересадки саженцев риса. По нашим подсчетам, чтобы закончить посадку, нам потребуется еще неделя». По словам местной администрации, в этом году посевная площадь в муниципалитете Джуа-Джоу увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом. Китайское национальное космическое управление опубликовало видео, в котором тайконавт Ван Йепин моет волосы на орбитальной станции во время миссии «Шэньчжоу-13». В ролике девушка показывает специальный шампунь, махровые перчатки и полотенца для волос, которые члены экипажа используют в невесомости. «В космосе мыть волосы нелегко из-за отсутствия гравитации. Сначала я наношу шампунь, потом воду, чтобы помыть голову. Уже на чистые волосы я надеваю полотенце и жду, пока они высохнут. Это весь процесс мытья головы в космосе». Космический корабль «Шэньчжоу-13» с тремятой канавтами на борту был запущен с космодрома Дзю Цюань на северо-западе Китая 16 октября прошлого года и затем состыковался с основным модулем орбитальной станции «Тяньхэ». Во время своего шестимесячного пребывания в космосе экипаж провел ряд научно-технических экспериментов. Также за время миссии тайканавты дважды совершили выход в безвоздушное пространство. В Чэнду, столице провинции Сучуань, процветает бизнес по аренде велосипедов. Все больше жители выбирают такой способ передвижения и поддержания себя в форме. Средняя цена аренды этого вида транспорта колеблется от 20 до 40 юаней в час. В пункте проката говорят, что на сегодняшний день оборот достиг почти 200 тысяч юаней. Продавцы велосипедов в городских районах также наблюдают рост продаж. Многих велосипедов нет в наличии. Например, дорожные велосипеды, которые легче и удобнее, пользуются хорошим спросом. Так что их уже разобрали. Зеленую дорогу Тяньфу открыли в 2017 году. Ее протяженность почти 17 тысяч километров. А это самая длинная система зеленых дорожек в мире. Редактор субтитров А.Семкин